КОНЕЦ ОКТЕБРЯ 66-й праздник главного символа осени в 2019 году носит имя золотого цветка. Именно так с греческого переводится слово «хризантема». Ни много ни мало 50 тысяч растений высажены на пленере. Яркие кусты разделены на две садовые группы – крупно- и мелкоцветковую. Большая часть из них как раз только сейчас начинает распускаться. Хризантема является растением короткого дня. И когда наш день сокращается к осени до 14-11 часов, вот в это время как раз начинается светение хризантем. Узенькая Положская южного берега в Крыму, она соответствует средиземноморскому климату. И поэтому они себя прекрасно чувствуют в наших условиях. Мелкоцветковки их даже не надо выкапывать из открытого грунта, чтобы сохранить в зимний период. А вот наиболее теплолюбивые крупноцветковые хризантемы мы скоро заберем уже в закрытый грунт. В экспозиции этого года представлено 472 сорта. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом. 173 из них – разработка крымских цветоводов. Больше половины растений собственноручно вывела научный сотрудник лаборатории цветоводства Наталья Смыкова. Именно она 4 года назад создала так популярный у посетителей сорт «Эрмитаж» и посвятила его легендарному музею. Паукообразные соцветия как будто сошли с китайских акварелей сии. На создание сорта уходит примерно 3-5 лет. В селекционной работе мы используем два классических метода селекции. Это межсортовые скрещивания и свободное пыление. Эта гибридная форма была получена методом межсортовых скрещиваний. Родительская и материнская форма у нее сорт, китайский сорт «Весенний рассвет» на Дамбисоте. А в качестве пыльцы, то есть конкретно отсоская форма неизвестна, так как мы использовали смесь пыльцы. Создает новые сорта не человек, а природа случайным преломлением признаков, рассказывает ученый. На выставке новым безымянным гибридным формам отведен целый участок. У нас сложилась традиция очень интересная на выставке «Хризантем» уже несколько лет. Если не ошибаюсь, три года уже этой традиции. Мы предлагаем посетителям сада придумать новые названия для наших гибридных форм. Проявить свою выдумку может каждый. Для этого у специальной урны подготовленной бюллетени. Кроме того, на праздники «Хризантем» предлагают выбрать королеву бала цветов. Организаторы обещают беспристрастные выборы и честный подсчет голосов. Как настоящий патриот название гибридной формы А65 я хочу дать в честь редакции «Утро нового дня». Но королевой бала, на мой взгляд, является все-таки сорт «Эрмитаж». Я уверен, что мой оператор со мной согласен. Александр Ткачев, Алексей Семенов. «Утро нового дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова